Слава Украине! Привет всем от Павлонского! Ну, к нашей любимой рубрике потери российско-фашистских войск в Украине. Потери хорошие, качественные, такие как нужно. Наши герои Кондропопяты, так что аж гай шумит. Да, так вот сначала в общей обстановке она мало изменилась со вчерашнего дня. Периодически расисты делают какие-то вбросы, что мол они что-то где-то захватили, ни черта не захватили, ни в Авдеевке. Сейчас из Авдеевки они пытались сделать Бахмут 2.0. Единственное в чем это похоже стало, это в количестве потерь у них. То есть они там сейчас сумасшедшее количество людей теряют. Как в свое время они теряли под Бахмутом, под Солидаром, в Угледаре и так далее, и так далее. То есть ложат без меры своих этих чмобиков никому не нужных. Судя по всему эти чмобики даже сами в себе не нужны. Вот. И собственно говоря, это отражается на потерях. Продвижения у них никакого нет, зато вот зато потери есть. Несмотря на то, что вся пропаганда их воет, что потернет. Да, кстати, интересно, Пригожин умыл всю пропаганду российскую, заявив, что никакой армии НАТО в Украине не было и нет. Воюют они исключительно с Бройными Силами Украины. И это, конечно, такой хороший удар. Жабагадюкинг такой, знаете, удар под дых российской пропаганды, которая верещится в всех экранах. Мы воюем с НАТО. Ну покажите мне НАТО. Если бы вы воевали с НАТО, от вас бы уже мокрого места не осталось, через два часа. Страна третьего мира с каменными топорами вы против НАТО. Да. Итак, за вчерашний день тысяча двадцать, тысяча двадцать путинских бандитов у Кондропуплина и отправлено к Праутсам, точнее, к конкретному Праутсу, к Обзону на палубу крейсера Москва. Слушайте концерт. Да, очень внимательно. Очень внимательно. Тысяча двадцать путинских бандитов у Кондропуплина. Всего сто шестьдесят девять тысяч сто семьдесят путерастов отправились курсом русского военного корабля. По танкам немного, но все равно хорошо. Четыре штучки наши герои Кондропупнули им, отправили в металлолом и всего три тысячи пятьсот семьдесят четыре путинских танка грохнулось. Дальше. Подсудимый подследственный Путин потерял за вчерашний день двадцать три бронемашины. Это так не слабо, совсем не слабо. Питались там дергаться под Авдеевкой сильно. Ну вот им наклепали, собственно. Двадцать три бронемашины. Всего шесть тысяч девятьсот двадцать одна. Уже очень скоро будет семь тысяч юбилейная. Можно будет, как говорится, это дело отметить. Семь тысяч путеровских бронемашин. Тю-тю. Да, партсистем за вчерашний день восемь штук. Всего две тысяч шестьсот шестнадцать. Средства ПВО. Это дорогие вещи, которых Путину с лицами ПВО рассказывал. Три штуки за вчерашний день. Всего двести семьдесят шесть. У них был контракт, кстати, с Индией. Насчет того, что они же произведут новое. Ни черта они не произведут. У них был контракт с Индией. Он, собственно, и есть. Еще контракт 2018 года, по которому они обязались там определенное количество из четыреста на огромную сумму. Там по три миллиарда долларов поставить индийской армии. И ни черта они не поставили. Сейчас этот вопрос, кстати, сегодня рассматривается в индийском парламенте. Что с этим всем делать? Разрывать контракт? Не разрывать? Требовать неустойку? Короче говоря, там скандал дичайший. Ничего они не поставили. И вот сейчас, судя по всему, там последние сроки. Они не поставили из-за войны. Соответственно, они под санкцией ни черта поставить больше не могут. С-400 они производить не могут. Индии поставить ничего не могут. И соответственно, каждый разбитый вот такой вот пепелац рашистский. То ли С-300, то ли С-400. То ли там панцирь С. Это последний в своем роде. Других они сделать просто не в состоянии. И это классно. Дальше. Самолеты-вертолеты остались предыдущие. Цифры 305-290. Они их не использовали активно. Так, чтобы они залетали поближе к нашим позициям. Дальше. Без пилотников контропупнули 5 штучек. Всего 2208. Да, немало-немало. Ждем следующую партию шахедов. Им как подвозят партию шахедов, они их туда запускают. Пишет на них Герань. Ну, Герань еще в Тигране пишут. Эти, по-моему, без руки. Они даже трафарит не умеют набить. Вот. Дальше. Крылатые ракеты. Вчера сбили 2 штуки. Но это одесское направление. Всего 911 крылатых ракет у Путина контропупнули. И автотехники. Автотехники 5464. Всего 12 за вчерашний день. Хорошо отрабатывают наши герои. Все отлично. И по спецтехнике 4 штуки. Спецтехники так же, как и, например, радиостанции. Спецтехника это и есть. Большие радиостанции, командноштабные машины. Радиоэлектронная обрыва. Либо большие инженерные машины, которые они не в состоянии более производить. Соответственно, каждый такой разбитый организм железный, скажем так, это гроб в крышку путинской армии. Короче говоря, Путин не только обладает, скажем так, является предводителем страны третьего мира, но еще и армии третьего мира. Потому что вот если все эти потери просуммировать, можно понять, что российская армия, как армия первого или второго мира, больше не существует. Это просто огромная, огромная человеческая орда, как попала одетая, как попала обутая, как попала накормленная и чем попала вооруженная. Вот, собственно говоря, и все. Но их много. Это да, это факт. Вот с ней мы сейчас с этой ордой гигантской и воюем. Ну а всего, значит, 277 пепелатцев спецтехники и 4 за вчерашний день. Вот такие вот пироги. Короче, кандропупили. Кандропупим. И, естественно, кандропупить их будем. До того, как не вернемся на границе. 1991 года. Слава Украине!